у нас с вами сегодня на повестке дня 27000 лайков я уже завез подписался колокольчик отменить подписку это что за для лохов какую-то добавили ты понял смотри вот это вот вообще нельзя нажимать только уведомление только все настоящие мужчины жмут вами как всегда hardplay это значит на ю тубе вы наверно будете на ю табе смотреть чуть попозже это значит что что то что новый очередной незабываемый контент от артема вульфа оформили по полной доигрался закрыли магазин бухая парашница нагибает повторный визит у артема название фильмов знаете как название точнее серий я заметил как знаете в каком-то блокбастере постоянно там послушаешь думаешь ёпта ну сейчас наверное там просто там начнется какой-то вообще экшен как будто российский какой-нибудь сериал малобюджетный трешовый смотрю вот это вот возвращение мухтара мухтар наносит ответный удар приключения этот адвенчур короче вы поняли всем приятного просмотра ставьте лайк подписывайтесь на канал телеграм-канал верху добрейшего денечка как у вас хороший магазин сегодня лучше чем статус мы не снимаем фиксируем на видео исключительно больше просрочки нет надеюсь магазине а вот так что молодому человек что вы продали молодой человек а свежий кефир чик ой арка 7 число то 16 а до какого кефир чик нехорошо ну что ребят я думаю вы все уже узнали этот магазин ваш любимый магазин конечно небольшая перестановочка было но тем не менее все так же красиво нарядно уютно все также просрочка присутствует магазине я а а я обещал пожаловаться а я говорил а я мужик я за свои слова отвечаю значит так обращаюсь путем интернетов к одному из клинских подмосковных магазинов одноименного названия я знаю что ты меня смотришь там директор меня смотрит я у вас недавно купил что вы думаете яйцо чоколадное большое одно яйцо хорошее а второе с белым налетом узнал только дома открыли а там налет посмотрели а там просрочка одно яичко свежие а второе нет значит так если ты шалопай там смешной с татуировкой в яйцах своих не наведешь порядок в магазине я к тебе приеду с артемом и там начнется да яичный переворот так что быстро навел порядок или эти как их помидоры эти вонючие с прилавка убери сделал замечание не убрал гадость времени не было просто я бы там начал сейчас да ты меня знаешь я могу еще и стрим оттуда запустить просто артема контент забирать не хочу убрал чтоб а то придем начнется там пожилая ревизия не балуйся в комментариях напишите давайте ка жалобу а то у нас скоро с артемом предновогодний рейд надо написать где выпиющие случаи просрочки выпиющие в комментариях пожалуйста оформите внизу город название магазина улица все все хватит это терпеть я здесь давеча узнал какой кстати следующий год но об этом мы попозже поговорим год моих подписчиков предлагаю начать искать свежайшие продукты в данном магазине а куда же вы сказка уходите а если воровство будет кража кассовый аппарат оставили у но мы конечно такие люди мы таким заниматься не будем так куда она убежала о здесь все сегодня твой и директор тот лживый сегодня здесь как здорово что все мы здесь сегодня собрались также продолжать продать просрочку нет просрочки на купили только что у вас кефирчик тухленький да ладно давайте искать вроде все никто не нападает странно даже как-то жаль у вас ждали да а что что они подготовились просрочка не убрать готовились еще подготовились откуда-то просроченный товар на прилавках еще адекватный между прочим да зачем же мы уже посмотрели до сегодняшнего дня вы не убираете сегодня вечером я напоминаю если на продукте стоит для всех я кстати этого не знал знаете что самое главное что если написано до 16 числа допустим до продукт уже с утра 16 его должны ли убрать были до 16 то есть по 15 включительно поняли поэтому следите за этим ребята можно травануться особенно молочкой всем остальным аккуратнее отравление бывают очень жесткие смотрите на сроки годности потому что я начал смотреть на все что я беру с прилавков и кстати часто нахожу что-нибудь между но у нас слава богу от в магазине в шестерочке я покупаю там и кассиры знакомые ведь и директор как уже меня знают они сразу все убирают извиняются говорят извините все сейчас уберем вот так вот так что пожалуйста смотрите что в преддверии нового года и не загреметь будьте берегите здоровье мои хорошие нельзя не аккуратно в курсе что до 16 16 не включительно то есть свежий кефирчик до 16 конечно а вы можете телефончик взять открыть 473 гражданского кодекса и почитать включительно это или нет если вы директор магазины вы говорить что исключительно какая разница ответственно лицо в магазине план мы еще поищем ну какие да если если в этот раз они совершенно спокойно на все реагируют надо отдать должное все-таки адекватность присутствует после крайнего рейда артема уже все уже никто с кулаками не бросается и все спокойно общаются потому что но прославились так скажем но слава богу что уважение за то что поняли свою ошибку молодец молодец царапать если лицо разорвать одежду разорвать в глаз ударить к вам да конечно хорошо услышал если что я позову если захочу экзотики на был было жестко я вам не верю а сразу может вы подскажете вот я вот смотрю не понимаю сколько у них срок годности давайте давайте и вот вот на эту можно будет давайте мы ждем магазинчик маленький на самом деле они так не учились считать сроки годности товара то есть они все реально не понимаю что есть товар до 16 сегодня 16 то товар просрочен все его не должно быть на прилавке нормальный товар мы были здесь три месяца назад интересно исправили нет о давненько да кстати опа так беляш что такое это вот на эту выпечку да да что такое за цифры то это цифры это то что количество лиц этого то что а меня количество не интересует меня интересуют условия хранения срок годности условиях они не не вот я на беляш говорю на беляш конкретно пусть я правда не понимаю что мешает правда но это же не так долго магазинчик то вот по факту заходишь и налево пошел ну едва за куточка чем мешает просто пройтись по полкам проложить там вот эти вот распечатать эти стикеры но это копейки стоит нарезать их быстро да проложить он в две-три руки что ерунда правда какая-то особенно беляши хавайте тоже такое удовольствие можно похавать до три дня поноса и смерть сегодняшний ну вот мне нужна информация информация сегодняшний вот так я говорю срок годности и условия хранения и состав вот у меня аллергия например на мясо на определенное какое-то мясо вот я это хочу знать документ аля документацию надо хотел посмотреть документацию потому что я вам на слово не верю как бы о как о правах в этом магазине заговорили смотри-ка видео работают вот вы говорите вот ты ходишь ничего не работают работа просрочка все так же есть но опять же просрочка смотрите уже не на месяц как раньше не на полгода просрочка на сутки всего лишь и действительно меняется поведение сотрудников магазина уже вежливо корректно все кажется должно быть первый раз в нормальном магазине ну да ладно раз вакуум хорошая колбаска подышать захотела просто не подскажете колбаска хорошая вы не знаете вы не отвечаете за товар в отделах не проверяйте сроки годности ну вот я спрашиваю хороший или нет колбаска также работает магазин все то же самое ребят цвет я не знаю камера передает или нет цвет такая я просто не понимаю смотрите я отработал к на заправке до давным-давно это дело было мы очень часто помогали кассирам там но администратором проверять товар ну принимать не проверять а принимать приезжала машина берется накладная и мы смотрели что продается что привезли извините значит привезли это 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 там сроки годности откуда что зачем почему и мы вот когда брали допустим из коробки да вот колбаска иногда лежит в магазине вот я прям брал я уже тогда понимал что такой раз вакуум потому что ну реально это такая себе тема потому что но она во первых быстро испортится во вторых потом мы же по шапке получим и вот каждую колбаску берешь раз два три и вот мы вдвоем с товарищем с напарником раз 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 все быстро сортировали с банками допустим там с энергетосами с водой все гораздо проще посмотрели посмотрели сроки когда произведена сверились на упаковке на огромный все у нас все есть все четко никогда замечание не было по про сроком и всему остальному идет пересменок все убирается все чистенько все аккуратненько ни разу не помню чтобы кто-то зарекся за качество товара вот тогда на заправке не буду называть заправку это не нужно сам факт крупная сеть стран здесь мешает не захотела колбаска о так чтобы документации на выпечку то или ее нет как всегда так покажите тогда ой а вот это уже не до 16 ребят если они думали что 16 это просто в молочкой шутки вообще плохи очень опасная вещь включительно то вот тут уже включительно не получится отмазаться тухлячок ну что вы принесете документацию на выпечку то мы же вас ждем вот я пришел купить хочу предоставить про документацию перед покупкой азна потому что ее нет она на камеру сказать они это не могут вот и все молочка не опасно просроченная молочка не опасно дядя петя ты дурак знакомьте с товаром так сказать интересно формулировка ты придешь предоставлю вот я здесь могу булочкам подойти кому а какая раньше у вас есть документация сейчас или нет нет ты предоставил просто количество товара наименование количество а мне накладно не нужно мне нужна информация как для потребителя маркировочка которая должна быть на выпечке вообще на упакованный они где-то там маркировка срок годности условия хранения и состав состав срок годности условия хранения три вещи которые должны быть на любом товаре ничего сложного конфеты также кладется такая штучка или коробка поворачивается ну лицом к покупателю и на коробке прям видно вот я крайне раз захотел детишкам конфеточки купить вот зашел магазик опа там все на коробочке есть я прочитал вопросов не имею просто ну на коробке прямо на самой в коробке конфетки лежат все правильно сверил посмотрел конфетки те название то все срок хранения на выписку на что ты хоть вот самсу хочу с бараниной состав и условия хранения все сбросил сложные слишком вопросы я просто одно не понимаю а что мешает это сделать ну сделали выпечку я не знаю да даже и мне кажется если на принтере вот тема бы я просто знаю тему он никогда бы не докопался просто на принтере взяли распечатали просто состав написали что туда добавляется там несколько до позиций и просто условия хранения там хранить при температуре там условно там 26 градусов там с такого-то потакует все ничего сложного нет просто бумажку вот так вот вложил вот такую маленькую все никаких вообще не будет ни вопросов никому ничего чтоб люди знали чего не покупают что мешает так вот так вот я и не движет это вопрос не только к поставщикам это вопрос и к тем людям которые принимают этот товар а я объясню я не могу утверждать но мое мнение такое со мной согласиться 99 на на процентов моих зрителей потому что берут где подешевле продают что как подороже то есть обычный навар без документов без всякой ерунды вот на печеньках вон номер на зефирка на всем остальном он лишь этикеточки висит вот там вот по моему вон там он прописано что-то на них товар там все остальное там как хранить состав к ним же нет претензий ну что мешает налепить этикеточку на допустим тот же самый беляш или сосиску на ты посмотри они у них как лежат ну чё это дело что можно не применять и должен храниться холодильник и сегодняшний холодильник до 2 а где посмотреть 2 до покупателю открытый холодильник 2 нужно забыть в открытом проверять 2 хорошо вы работаете а как вы что-то 2 градуса ну как вот как может быть в открытом холодильнике 2 градуса ну как ну 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 как нет может я не знаю работу холодильников я не такой спецтехнический ну какие нахер два в закрытом я еще соглашусь возможно такое вот как удал там в десяточки заходим там вот эти закрытые там открываешь берешь молочко закрываешь может быть там 25 там градусов но здесь явно не 2 здесь явно там будет градусов там 10 там ну там 67 10 градусов то есть срок годности он он уменьшится срок хранения потому что в тепле по факту лежит вещь это как холодильник дверцу открыть дома и хранить товары через сутки у вас все уже начнет подкисать там через двое у вас к всему кирдык придет ну логично градуса если не знает температуру на ощупь экстрасенсорные способности ладно я жду информацию в общем на самсун купить очень хочу нет условия хранитах не сказали условия хранения состав полный состав со всеми аллергенами так далее жимаем баранину и я очень люблю баранину есть хорошая баранина хорошо приготовленный не боюсь травиться пока не видел условий хранения ладно я пока еще просрочек у вас любимым между прочим тоже очень люблю от не так давно у ребят от азербайджанцев у нас заходил тоже ребят знакомые угостили очень вкусным шашлыком из баранины не запаха ничего мягкое мясо вкусненько все аккуратненько спасибо кстати огромное за угощение моем магазине потерял уже столько крови нервов пота эмоции сколько заработал потерял нервы да как же кто же первый визит на меня подал здесь увидели да вот так со своим товаром что творишь то что творишь ну короче да только информацию на булочку я все-таки жду ну вот я и жду информацию кто нападал не знаю кто нападал искусство вранья в этом магазине не пропадает у директора ну или кто он там как бы врать они не разучились о еще 2 до 15 видите опять же как у них подтверждают информацию для покупателей еще теплая ночью только приехала или утром ночью причем свежая не сильно радуют такие магазины ведь доверчивая бабушка придет и купит а потом может слечь с отравлением потрогай вообще жестко парочка вы будете есть ну забирайте не я уважаю свежий хлеб а тухлый хлеб для меня так же как любой тухлый продукт на на хлеб нельзя то есть сказать то есть если хлеб тухлый его все равно от хранить вы храните хлеб не выкидывайте с плесенью с плесенью весь холодильник хлебе с плесенью не верю вам потому что это хлеб такой же продукт абсолютно чем хлеб лучше других продуктов если честно очень привыкли к тебе и мы ждали тебя клянусь замечательно но мне интерес по хлебу все-таки узнать я знаю вы плохие спасибо так что с хлебом то чем хлеб лучше других про мне интересно что-то здесь нагнетается вот вроде 9 минут от ролика но что-то здесь сейчас будет какой-то накал длинный тоннель чем хлеб лучше шоколадки потому что вы начали защищать хлеб говоришь тут проголодные годы давайте сразу после этого прятались не понял что вы очень тихо говорите вас плохо слышно девушка сказала что сухарики делают после из плесневого хлеба сухарики я вам открою секрет вы можете пойти в магазин купить сухарики а просрочку есть я бы не рекомендовал о смотри смотри внимание как из самсы можно сделать сухарик сухарики смотри они все-таки это могут делать ты посмотри он есть годен до то есть они могут посмотри тут тоже лишь он даже не докапывается когда состава нет просто годен произведено и годен все я просто игры с ним ходил парейдом он не прикапывается там знаешь вот прямо досконально если ну этикеточка висит все как бы нормально из годен до то есть они могут но почему-то они решили на другом товаре почти на всем упакованном товаре в отсутствие потребителя не ставить годен до тут вообще ничего нет а может подскажите когда это изготовлено тоже не знаете продавец который отвечает за сроки годности как она сама сказала до этого магазине я не знаю сколько он тут лежит непонятно а зачем маркировка тут тоже годен до а зачем температура в холодильнике а за годен до и просто пробел зачем коробки привозят ну да это в коробку кстати на коробке должна быть маркировка привозят они все фасуют срок годности всего 30 суток даты изготовления на коробке само собой мы не видим но это принципе удобно зачем оставлять дату изготовления когда можно писать самим любую дату на этикетке и чтобы потребитель потом никак не сравнил какая здесь просто годен до это пустая коробка на нет от 3 65 суток правда ею а вот она а тут уже другая дата посмотрим вот обман потребителя вот ребят наглядный пример обман потребителя и почему им выгоднее самостоятельно упаковывать товар здесь изготовлена 13 12 22 здесь 1 1 0 3 11 22 пойдем зададим это ты понял на 10 дней сразу подвинули срок годности то есть оригинал он от 3 числа а на эту херню приклеили 13 сразу на 10 дней срок годности подвинули просто нашему любимому директору ну или кто он там почему здесь дата 12 стоит а на коробке дата 3 а у вас есть информация от этого течение от более свежего я конечно сомневаюсь и другая коробка закончилась просто другая коробка одно печенье едят гадости приходят как начинает это печенье разбирать просто коробки не успеваем менять маркировочка такая же от этого течения давайте мы то подождем тоже и принесите пожалуйста спереди стояли до 15 7 16 все 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 остальное мое остальное мое не отдам купить хочу потом ну понятно жену отец но елки-палки но одну бутылку взял но понятно что там тоже просрочкам учет и для всей семьи посмотреть набрал да ладно уже продали хочу информацию то за печенье тогда достоверную все штыки и на сам суетах не дождался ухо и храни а нет и да не все начинается пена только что культурно разговаривал хай не дождешься даже не дождешься так условия хранения на маркировке и состав кеме разговаривать а это это каждый выпуск об этом говорю каждый божий выпуск это все происходит только по одной простой причине и со мной опять же согласиться ну как минимум большинство если бы вот магазина за это штрафовали никакой бы просрочки отродясь бы в жизни никогда не было если прям бы жестко бы их хлопали допустим пришли раз увидели просрок допустим устные предупреждения вот зашел тайный покупатель нашли раз два три пять десять там товара допустим на общую сумму там тысячу рублей нашли сделали предупреждение магазину второй раз как высадили миллион сразу прям на магазин вот с третьего раза просрочки никогда в магазине не будет потому что все скажут сразу ой-ой-ой ай-ай-ай все нам это не надо давайте-ка мы будем повнимательнее ну миллион я условно сказал цифру поэтому нужно нужно все таки ужесточить мне кажется закон в этом плане потому что суммы небольшие суммы там сколько двести триста тысяч штраф для магазина это но для небольшого ну может быть это приличная сумма для большого магазина это я тебя умоляю орел телефоном дата изготовления интересует но эта маркировка от другого печенья или ждать разные дата разные а выбросили то есть можно выбрасывать да мало приводит четко ребята лучше молчал что это такое бедро это не плесень чуть-чуть совсем заплесневело бедрышко бедро свежая наверное изготовлена только три дня назад свежайшие базару 0 это плесни но это реально она беленькая хорошая породистая завидно видно ой тут вообще так чисто знаешь и волосок в конце торчит снизу курочку можно купить можно купить курочку не покажу боюсь вы грязными руками коронавирус шинку я не делся вам пойду куплю а купить то можно продадите курочку что что еще раз вам пойду куплю а купить то можно продадите о боже пена начинается курочку но нет хорошая тебе послали да хороший магазин а что я купить хочу я говорю поесть хочу на ужин далеко полтора часа до вас ехал ради вашего магазина полтора часа ехал продаете курочку ты или нет вот очень купить охота сколько она 265 рублей по скидке готов купить нож нормально я хочу купить на ужин ну для семьи хочу купить поужинать в чем проблема можно плесень не увидеть но там ее прям конкретно видно какой ерундой купить хочу поесть одну ножку маме одну ножку в себе конечно жива-здорова самый лучший человек на этом свете а где просрочка стране покажет а это не просроченная же говорю я хочу купить просто себе ну тогда продайте месяц не просрочен в чем проблема то а это не знаю почему потом возвратила потом этого этого когда мы прихожу в гости к вам когда мой можно у вас купить курочку почему я куплю вот у меня есть деньги я оплачу вот у меня есть карта давай я карточка плачу с этим большевые деньги знаешь такое клевета статья есть фальшивые деньги и меня сейчас обвиняешь в распространении или изготовлении фальшивых денег нет не хватит если уверен в своем товаре но продавать смысле хватит хватит вам продавать тухлый товар хватит травам травить соседей но есть не тухлый продайте меня вас прошу в чем проблема то вот покупатель пришел купить конечно а сколько денег на карточке а три цифры с обратного может быть тебе дать еще ключ от квартиры где деньги лежат лег как-то относишься к просрочке я ты знаешь захожу в магазин говорю а есть у вас такое чтоб с дужком я вот так вот обычно в магазин захожу я говорю можно но чтоб такое немножечко было знаете настоявшиеся вот так брат вот такое чтоб знаешь чтоб я почувствовал чтоб аромат он раскрылся можно такой чтоб кефирчик открываешь он тебе на лицо аж взбрызнул можно так нет вот так вот я говорю мне это нравится так я сначала плачу посмотри на его девушку в рекламе смотреть если вы все вместе за одним столом неоднократно сидели что за бред что что за херня брат если тебе надо идти удачаев возьми не я бесплатно беру ничего магазина потом статьи вымогательства знаете как хорошо рисуется я плачу я привык все оплачивать абсолютно я тебе угощаю нет вы искали не директор я только директору поверил поэтому давайте оплачу возьми так я оплачу я не беру ничего бесплатно бесплатно не беру ничего тогда придется ну блин я поесть хотел видите никак не хотят продавать так вы же не директор так вы же не директор как вы можете дать а потом директор придет напишет заявление что я вас украл эту курицу а может вас угостить нет не хотите такую курочку ну ладно хотел курочкой поужинать всей семьей перекусить а говорят бери бесплатно эту к себе тогда все бесплатно можно брать магазине видите как как до этого активист у нас будто блин а можно адрес магазина очень хороший магазин на самом деле так просрочку продали а как мне это бесплатно какие двойные стандарты все рабочий день закончил добро 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 льется на всех посылай пошел на а может пошел ты пошла домой ну нахрен работать в этой помойке скажет больше вы меня здесь не увидите смотрите опять же удобно тут дата 24 10 тут дата уже 25 10 22 так чистый один день на киурик срок угодности тут уже не как нахер это работа две маркировки на одном товаре это сильно по коробку выкинули ты ну как бы нет но здесь артем по факту не прав могли знаешь как вот эту одну половину упаковать 24 потом такие упаковали такие потом думаю да еще немножко доложим перевернули и еще доложили это уже 25 но тут артем не прав я не согласен с на одной упаковке две разные даты а вот просрочка для 14 11 и тут беленькая что-то уже плохо как-то ждали меня или наоборот специально чтобы не было больше работы так курочка что с курочкой то у нас срок годность у вас везде дата от 13 федор спасибо даты везде от 13 11 а срок годности после вскрытия трое суток то есть 13 14 15 тухленькая курочка получается сколько времени 20 55 закрыта уже раньше времени уходит наверное чтобы удержаться и не вытарпать мне глаза ушла раньше времени вот та самая бабушка изготовлена 6 изготовлена 11 без лишних слов я чё думаю то может вызовем наших любимых доблестных яичек мне кажется они не поняли махинатора 228 просто как это вообще возможно ничего не поняли опа ой ой одарил меня сладостями смотрите до 9 11 22 до 3 11 22 до 3 11 22 причем лежит прям у их кладовочки вот этой то есть прям рядом заместителем директора боюсь представить что было в этих грязных контейнерах я так понимаю фрукты овощи нет смотри как выпечка была уже по ходу прям так лежал от смыки жирные пятна ё-моё они видимо изготавливают и вот таких контейнерах и вознивающих вот тут просто все посмотри вон тут прям то есть они походу без упаковки их привезли прям и тут же упаковали расставали не все пыльные друг на друге вон грязь ну конечно тут обман потребителя почти на всех товаров на лицо просто тут вообще да это вскрытие нет а зачем и самое ужасное ребят что они как будто бы вообще меня не понимают как будто мы говорим на двух разных языках просто вот на этих вот колбаска вообще а як пахнет где будем ну олег это нормально это стиль магазина эта фишка магазина зачем писать мне нравится когда в чате знаете что пишет артем я знаю то что будет смотреть он все топовые реакции смотрит знаете как ребята в чате пишут они говорят а чё он вообще прикопался то нормальная же колбаска 5 годен до когда можно не писать капался и продляет срок годности неограниченное количество раз к вам проверки то приходили мне кажется кто-то врет если ничего не изменилось как будто бы если ничего не изменилось смотри кстати селёдочка какая-то вздутая как будто бы вот эта плоская а вот это вздутый цвет другой тогда ой а это тоже смотри до 15 с майонезик аж к весь магазин до 5 на 5 понимаете а столько тухляка а вот это посмотри балдеж удобно же считать сроки годности до 5 чтобы наверняка не узнали а какая здесь да то может вы подскажете кверх ногами так будет виднее стюарта дата совпадение сегодняшнего должно быть просто дата стерлась и 1 и 2 только что привезли вот буквально минуту назад да только запаковали только выловили до 10 месяца не сегодняшний уже дата изготовления сегодняшний только проблема в том что это разные товары и тут тоже кстати не считаем а практически это не разные это одно и то же да одна пачка у меня просто глазах двоится это одно и тоже счетом с ними смеялся ну скажи что я понимал не смотреть материал не смотреть будьте добры пожалуйста все забрать что я бы помог нет я все делаю донести до иди куда-то надо мне никуда не надо идти у меня джип в москве но это неважно а по вот она причем она по моему это под шофе вот это грубость такая очень очень опасно меня просто руке до того только более что в том отделе снимаю девочку на трассе она фиксирует на видео снимает на трассе вы на трассе сейчас если вас снимают полицию вызовите напишите на заявление нас нагнут и возможно накажут фартук у масле и атомат оливье фруктовый сад здравствуйте даже ссать не сможем контент подъехал серьезно я сейчас наберу и все тут сейчас начнется жестко да выпьем же просто если ты меня скинешь куда-то вас скидывать никто не собирается ниоткуда никуда опубликовать господи милые дамы я вас очень прошу дорогие наши любимые пожалуйста не бухайте это очень плохо это очень тяжело лечится потом я вас прошу пожалуйста не употребляйте алкоголь если употребляете находитесь где-нибудь или заведениях это который для этого создана либо дома это делайте либо где-нибудь в гостях я не знаю но вот это вот но взрослая женщина ну ну что это такое попробуйте еще я пробовать не буду ни в коем случае газует очень жестко согласен согласен почему я совершенно другой человек убери девочку куда и убрать скажите не надо пена не надо так не надо только хорошо защитил ну конечно за девушка еще раз ты еще снимешь знаешь где-то будешь где какой она уже в принципе мне кажется здесь находится в этом прекрасном магазине безусловно чего-то боится наш не глупый человек потому что ты стоишь но не вас бояться и меня пупо я запомню пытаются ущипнуть домах из катет начались олег ты там смотри со другой стороны вы не в моем вкусе ты все сделала свободно муж опустить свои ручки никогда у тебя не нужен запомни когда вы порчены опачки а я думаю где у нас гадалки а попався а я их ищу думаю где куда они все делись stick stick так а да вот в этом вашем тег токи смотрю оттуда ушли они уже здесь они среди нас вот идете магию глаз а мы почистим биополе сходим сходи свежий магазин сходим и сразу очиститься биополе конечно по моему ходим что бутылочку пива вам передать здесь нет пива в том отделе это не надо олег принеси алкоголь я по-другому а вот мальчик принеси нам водочки мы домой летим я за хлебом пришла вот ты мне мешает а перегар наверно от моего активиста уже скажу да тут трогать не надо вставлять я пришла вообще за сыром так за хлебом сыром бери сыр иди за хлебом чего мешает так помешали да а теперь так там пиван депола сзади стоит не состыковочка проверяй какой самый лучший вам могу просроченный ток предложить мне кажется вы им часто считаете мне нужен тогда вам не в этот магазин хорошо у меня не получится что еще хотите я со смеху помер хорошо что в этот рейд не пошел честное слово я бы я знаю себя у меня была бы истерика я вам честно говорю я ржать если начинаю это все это хуже чем на стримах у меня потом не остановить будет у меня начнется такое это все это там разорвет просто на тряпке я если такое бы увидела это все это конец меня бы остановили наверное не знаю за через полчаса дэн ток тоже бы не рекомендовал но есть если вы хотите там свежего товара то я рекомендую либо вот это мяско взять с нарушением маркировки либо творожок без срока годности взять либо с принципе половину товара можно брать залетит как родное какая да убери ты блять это ёбану простит у лучше вы просите себя убрать я оба вот оно пошло добро слушайте я знаю какое будет превью можно пожалуйста ребят кто будет превью ху делать можно пожалуйста на превью вот это можно на превью потому что я считаю что вот это вот это лучшее будет превью видос наберет миллиона два точно со временем это лучшее что может быть идеально все за все вот кому превью понравится лайк поставить и не забывайте к артему зайти а там ссылочку внизу укажу это лучшее вот она так как нам подошли не мог вообще делать но ничего ерундой страдаем ну вообще большой конечно согласен но я стараюсь прятать все-таки вы заметили дед мороз да а вы здесь работаете ли закупаетесь ну и замечательно хорошего вам вечера а вот это уже не хорошее пожелание олег подожди там большая продуктовая корзина я даже не сомневаюсь почему да потому что мелочь и должен помогать матушке матушке я помогаю а вот пьяным женщинам которые встречаю в магазине не люблю помогать где ну да я мусор выкидывал кого там копались наверное не могу еще поговорить если надо только сейчас и ботник свой раскрыл и сказал что ему помоги записывай в межконтинентальный межгалактический да я сейчас начну здесь сейчас я а да я могу сейчас начну я сейчас еще раздеваться до ночи я могу да хоть не молоко жена аккуратнее будьте не трогай мой ой 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 боюсь я боюсь пьяных неадекватных людей неизвестно никогда что у них голове ладно мы от вас уходим вы конечно очень веселая интересная женщина донатер абсолютно правильно сейчас говорит капец артем быдло пришел в порядочный магазин хамит бедным женщинам вообще ужас полностью солидарен артем я тебе вот от лица всего канала hardplay делаем тебе замечание это ужасно быдло фу таким быть фу нельзя таким быть здоровый мужчина хамит женщинам ай-яй-яй с вами поболтал еще всю ночь но мы как бы с другим здесь страшно очень страшно что это такое мы не знаем что это такой до нас заперли менты заперли только не милицию поехали она не приедет пожалуйста все что зачем пожалуйста только не 02 я вас очень сильно прошу кто вы такие мужик только не успел магазин за лучший выпуск их постоянные я сейчас начну здесь вызывайте мчс до но мы подождем ладно знаете что самое забавное я вот в такие моменты вот только меня не закидывайте какахами вы знаете вот тем кто служит ребятам в мвд нашей доблестной да кто именно служит не работает а служит ребята мои подписчики я знаю что у вас очень много пацанов смотрит у меня и пишите и поддерживаете господи вы знаете дай вам бог здоровья это первое и второе самое главное это терпение потому что я не представляю на какие вы вызовы приезжаете еще вы за сутки видите это же просто 6 это же просто это это габелла просто это это я я вообще не представляю наталья морская пехота 112 до начнут верно а можно было без последнего качества ну ладно сколько литров море столько же во мне я хочу в комнате был на дне я смотрю все время на ваши там постоянно такими 2 3 площадь мы еще не проверили так вам все купить хотел вы сказали а я хочу сказать я хочу проверить куда она там звонит там плеер открыт по моему я говорю сейчас по браузеру позвони что вы все заберете если вам куплю нет уже не заберете никакой никому не звонить не звоните сейчас будет а я не прощая спрощать мне бы хотелось здесь ограбление ложный вызов варшавское шоссе 158 курс 1 нет передумали надо наказать наш артем знаменитий я напоминаю мы посмотрели только половину выпуска здесь что-то будет накажите нас я хочу меня наказали лично за права пингвинов в арктике вот если бы я голосовал за то чтобы давать им алкоголь бесплатно и после 11 продавать тогда она поверил что справедливость куда голосовать можно пожалуйста мне бюллетень можно нет куда куда скажи святой человек скажи куда сейчас пол страны обернулась на свои голубые экраны артем куда скажет просто дай знать куда скажи куда я мы мы все сразу сейчас начнется здесь просто скажи все а так нет браво я встал дед говорит проснулся батя говорит из запоя не выходивший помнишь как в этом осторожно модерн что говорит этот степан степан-то ёпты на гиев играл слышно говорит алкоголь бесплатно куда горит голосовать не вызвали вызвать со мной никто не договаривался я продолжу так себя вести ой ограбление так в чате пишет я с израиля я выезжаю на голосование смотри ну так пока стоим пыли немножко может советский союз был для вас и самым лучшим безусловно конечно конечно но когда я смотрю на вас я понимаю что советском союзе было не все так хорошо конечно я завидую я зависли молодой человек знаете вы на меня порчи навели черную магию на меня навели теря еще больше стал завидовать прям черной завистью а еще хуже будет но вы нам сказали что не смогу в туалет ходить что-то отвалится не смогу я наоборот отлично скажу в туалет сто процентов если кефирчика бутылочки 34 за сандалить потом может быть просто неудержимое желание какого хуй вы меня тут фотографируете твари вас никто не фотографирует про господи про господи про господи ну похоже на девочку согласен но вы не особо однозначно что то в этом есть назови меня джордана бруно олег 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 олегов допустим мальчик девочка я могу без лишних слов что ты но вы скажите когда вы это сделаете чтобы я был готов парашники крутится контенте хмутится мы в любимом магазине передайте привет моим подписчикам с играми меня нельзя фиксировать вы что вы искали то что нельзя тоже подписчик а просрочки только откуда тогда когда фиксируете порча автоматически наводится вы же говорите интересно чем это закончится эпопея только из-за этого смотрю незаметно скрытно как ниндзя где а там а где там смоленской области смоленск мне кажется вы меня видели на проекте сирус сервер 4 я тут одно только могу сказать вы знаете вот все меня всегда в комментариях спрашивают алексей говорит а где вы играете на каком проекте я вам скажу что только где нет просрочки это проект сирус до x4 мы там с артемом он за альянс я за орду переходишь ссылка внизу в описании качаешь клиент 26 гигабут всего бесплатно понимаешь никому не платишь заходишь целый мир целый мир мой rpg world of warcraft ждет тебя вот эти вот все ничего не лагает стабильные сервера и вот это вот тут это просто ты знаешь вот если ты любишь меня а ты меня любишь скачай пожалуйста по ссылочке внизу в описании просто скачай все больше ничего не надо ни за что не надо платить дерзай брат лучше интеграция на свете артем это было прекрасно иди бабки альянс играли это вы за орду играли это вы та самая ордынка которая меня убивала постоянно по кд на проекте сирус серверов 4 я же каждое воскресенье 18 00 по мск играю на проекте сирус серверов 4 это были за орды я понял что меня постоянно убивают ребят хотите играть вместе с нами ссылочка в описании вот это правильно ссылочка в описании качайте стабильного даже кто сейчас на поточке можете качать да очень интересно очень что там делать на южный берег северного моря пооботать надо батенька я тебе устраю командировку на южный берег северного моря ты на субботнички коммунистическом был не был все поедешь поедешь у меня друг коба да осуждаю сибири на их 4 нету вы путаете что-то я найду мы с вами в штормграде встречались в штормграде на проекте сирус таки слушайте но это очень сильно от красивейший город на проекте сирус серверов 4 штормград вы же были за орду я за альянсу все забыли даже городов не знаешь русских это не русский это варкрафта город ну да я туда каждое воскресенье хожу так я и вас приглашаю давайте вместе с вами пойдем штурмград выиграть легендарную игру вов да вы меня убиваете там каждый раз пока да естественно опять сдохну там в этой игре конечно конечно 80 уровня я только 65 согласен и сказать я больше ничего кончен и почему потому что конченый когда меня орда убивает я все время также говорю представить из подтяжка из виза выходит и просто меня за раз хочешь а я сейчас сделаю из подтяжка и за раз не хочу но мы же сами в игре встретимся зачем зачем мы будем встречаться когда мы все равно каждое воскресенье встречаемся в игре с вами нет извини в конце концов у меня муж десантник хорошо я это многое меняет это меняет все кардинально просто так все я понял так в законе и прописано последняя поправка я читал в конституции до мелким шрифтом и первым бегущая строка там так и прописано да и не помню такого класса десантник вови хорошо сейчас ты будешь лежать я могу сам лечить хотите давайте я сразу лягу а их не бейте только а как надо по земле хуям пол грязный тогда аккуратно тогда лучше встретимся с вами ни в коем случае зачем же драться зачем это я думаю это не лучший выбор не лучший вариант полегче чё полегче ну вы такая сильная женщина опа может ложки в x4 решимся вопросы на проекте sirus конечно я вас безумно обосрался воняет уже знаете правда нет меня вонять сейчас будет от тебя милый вы скажете вы в воскресе по-русски давай сюда я счастья на вызов вызываю battle на пизду смотрите можем камень ножницы бумага сыграть можем рэп battle давайте камень ножницы бумага давайте камень ножницы бумага раз два три давайте еще раз раз два три а я выиграл значит вы заходите воскресенье вов в шесть вечера давайте еще раз давайте до трех побед раз два три ничья еще раз раз два три я вас выиграл опять раз два три ничья еще раз раз два три вы меня выиграли сдаюсь получается все капитулирую и мне не нужно капитуляция я сдаюсь как я могу сражаться таким сильным соперником мне не нужно вы понимаете почему почему конечно вы меня вов убиваете здесь у меня я бы с ума сошел от смеха я честно говорю мне истерика была просто до конца моих дней я держал бы ехал какой домой выиграли сильная женщина нет держи лицо так сейчас будешь банка есть у банка не честно но это нечестно против правил а ты против правил стоять смотрите настоящие воины встречаются на пвп проекта cyrus хорошо это просто наушники отключились все хорош я никогда в этой жизни за русь постою так а ты за меня будешь а я одна а он против вас или за вас нейтральный герой нпс я уже рядом с вами но я сдаюсь я вам проиграл без боя сдаюсь понимаю белый флаг почему вы слишком сильно вы метушками ножницы бумага выиграли я боюсь еще не удалила до 100 раз уже клинком своим на сервере 4 меня пронзили в штурмграде прям не нашли везде все это забираете себе да свободен лут весь забрала так мне же директор магазина все отдал вы забираете у меня вы отжали и а директором магазина с ним поговорю сама а он вам все отдаст услышал не сомневаюсь что директор магазина здесь такие друзья свободен но мы еще чуть задержимся с вашего позволения ситуации мы можем их отпустить и трогай пожалуйста у меня дефают али можно я тебя хочу сказать одну вещь жалко что ты меня на работу не взял вышибалой я вам советую взять ее выше молчи дурак в магадане сейчас будет лопатками только хлопнишь ты чё тихо пена не надо сейчас два удара восемь дыр не надо дядя вы представьте мы следующий раз вам придет какой контент будет уходить но мы еще задержимся магазин еще не проверили на просрочку а без книги посмотрите я вот беру вот вот рискую смотрю не просрочно смотрите я не буду кушать если вы купите он съест он студент голодный ситуация такая ситуация серьезная развязка где-то рядом мне интересно чем это все закончится реальность отвечаю я никогда в напряге той даже фильмы боевики так не держат как этот ролик она зеркало можно облокачиваться на стекло вообще никак да что же никуда нельзя то потому что извини в конце концов я могу вам сделать замечание так ну сделайте если мы что-то нарушаем давай нарушили а что мы нарушили скажите мы сейчас может облагоразумимся исправить его просим прощения вашу целостность нарушили я таким не занимаюсь с вами точно я хотела прийти купить в этой жизни покупайте мы вам не запрещаем допустим вас а что у нас так вы же к нам подошли ситуация у вас будет ситуация долго будет ходить мы до пятой подождем а мы на всю ночь али нам все всю ночь надо быть али тем временем али возвращаете спасибо большое спасибо могучая орда что вернули мне я еще возьму а можно пешочком а не бегом бегом не я не умею бегать а это твои проблемы а у меня травма ноги была не поколе я сам все догоню эти догоню блять и я тебя знаешь что с тобой сделал что с прыжка для там я тебе говорю вот 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 настоящие женщины и в огоне воду я отвечаю это вот вот так вот жить с такой женщиной это же это же вообще никогда не пропадешь мне кажется пожар будет дом гореть она вынесет всех на своих плечах всех понимаешь не говорите на весь магазин можете ему сказать говорить но тебя насел не буду красавчик а то есть я страшный как мать мужчина тебя сейчас захочет один звонок и получается красавчиков мужчины они красавчиков женщин нет я женщина я пью его а красавчику не буду печальная судьба красавчиков вот ну вот она вот стоит ух такая красивая типа да но есть такое не поспоришь не поспоришь да никто ее не любит никто не будет ее любить я боюсь вы уже ошибает красивая не любят да я не хочу сказать что ты красавчиков в молодости наверно тоже были красивой я не наверно была а конкретно красивая так вам кто все что больше нравится я или красивый олег если честно можно скажу одну вещь давайте ваша девочка не стесняйтесь самая красивая среди нас согласен ничего не должно ничего не должно не надо не надо подарок от фирмы магазин разориться ну я их этих разъебаю все равно блять я их встречу там не можете это можете здесь с другой стороны вы главное не забудьте просто воскресенье 18 00 затем проектирует серверов 4 я боюсь что ты туда вообще не ну хорошо но вы главное зайдите ребят есть вы хотите играть вместе с нами каждое воскресенье в 18 00 по мск играем на топовом проекте сирус сервер 4 в легендарнейшую иру бортов warcraft ссылочка для скачивания клиента игры будет в описании игра абсолютно бесплатная регистрируйтесь скачивайте клиент по моей ссылке и будь ну не совсем по твоей мы как бы тоже сирусом ты это это вось вось и чё у тебя не получится . я твою оставлю ми ми русские своих не обманываем молодой человек да так что ссылочка внизу в описании до база кормит будем играть вместе я играю за альянс на сервере да-да-да за альянс за рту играю x4 всех жду все буду рад видеть ссылочка в описании играем каждый выходные в прямом эфире согласен запомни девочка меня тоже и тебя тоже и тебя касается никогда в этой дня что с нами случится опа пойду-ка я на три дня где спрячешься наверное пока бункер засяду извините ты себе рыло прикрой у нее как-то от позитива к негативу сразу вот это волновой эффект алкоголя страшно очень страшно махать тебе тоже это касается я молчу я сказала я тоже сказал я даю три дня можно два с половиной три дня два два с половиной могу дать но извини в этой жизни через три дня вы все запомните мое имя меня зовут елена может мне тоже этот ролик не выкладывать но его нахер какая-то ситуация какая-то ну что ребят необычная женщина ушла все-таки дала нам дальше спокойно заниматься нашим делом искать некачественный товар но и я собственно предлагаю сотрудников полиции потому что как бы корзинка просрочки как мы понимаем магазин не исправляется как мы видим сотрудники все он до конца не понимают даже свои нарушения ну значит будем вызывать начнем еще раз наказывать бункер есть а я знал что надо строить бункер не дом строить а бункер а я знал здравствуйте хотели вызвать сотрудников полиции москва варшавское шоссе 158 корпус 1 это магазин продукты а что там происходит просроченный некачественный товар вывели все верно с улицам вход спасибо всего доброго ожидаем а все кто не смотрели первые наши два похода в данный магазин отличная возможность перейти по ссылочкам в описании и пересмотр рекомендую так не нашли на выпечку информацию другую только это только то а еще не подскажете почему где-то печатаете годен до а где-то нет но это сейчас где-то поленились где-то сделали какая уже тяжелая корзинка у меня смотри просто ручки уже не выдерживает вес просрочки да ладно подкачаюсь немножко не с этими походами по магазинам уже забыл что к спортзал надо возвращаться в режим там берешь просрочечку в одну руку и правую бицуху качаешь а потом левую а чем вы занимаетесь вообще свободное время телевизор и третий раз кардиночкой спасибо а мы здесь же дед морозом были как раз в этом магазине да да в этом магазине это и было конечно а тут как раз жвачка до завтрашнего дня вот это спасибо хорошего вечера но до 17 числа 11 22 зачем же так первый раз на подпись у нас это не я это приветствую два года я смотрю тебе там сайте все знаете да спасибо тебе нас сделал в одном магазине в котором может третий раз собрались все мои подписчики два года я смотрю твоего сайте там одноклассники там у меня и и тубе дамы на ютубе как на ютюк ток от тик ток меня нет это не я это мои подписчики перезаливают видео это не мои видео я сейчас скажу по поводу этого вашего тик так а я здесь зашел у меня даже грустно стало я сейчас я же могу могу я обращаюсь к тик так у к админам я знаю что кто-то меня услышит когда-нибудь пожалуйста нарежьте это в тик так я здесь недавно захожу у меня на основном моем аккаунте там что-то 200 или 300 тысяч подписчиков она тех кто перезаливает всякие ролики 90 дайте галку пожалуйста правда ну пожалуйста пепси до мая месяца 22 года имеется до 25 0 5 22 на полгода просрочно давайте в картинку конечно не говорите еще просрочки где было в магазине писать вот было бы чудо если я пришел бы не нашел постарайтесь вот вот если вы в тот раз своих женщин сушки остановили бы который нападать но было в гораздо к вам больше серьезного уважения когда женщина какой-то ряд понимаю что им не отвечу любом случае логично что не буду отвечать женщине но это некрасиво немножко думаю что и глаз там счет подбит и так далее поворот некрасиво откуда у меня глаз красный смотан вот в этом делать я все понимаю но бывает все на всякий бывает опа это что такое свежие овощи не принес перекусить до октября 22 заморозка ребят откажите мне честно вы хоть раз вообще смотрели заморозку вот вы сами кстати никогда не смотрел надо обратить внимание тоже покупаете вы смотрите заморозку свободности до октября 22 года я лично не смотрю на заморозки срок годности заморозка и заслужили а теперь видимо буду нам перевозили мясо 46 года честное слово 50 от кого-то году было да я кушал 50 от какого-то точно я кушал мясо где-то откуда-то привозили 50 50 какой-то год я точно помню я тогда просто охренел и нормально все живы все здорово хорошо было прессе от какого супчик я не есть есть эта тема есть эта тема что да 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 есть эта тема то что лежит в глубокой заморозке мясо и то есть такая да 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 я кто служил тот шарит за эту тему причем это везде это вещь она не только в россии я думаю что она везде по всему снг карусели то я думаю в комментариях да напишите потому что 50 50 какого-то я не помню там прям штамп стоял такая как синяя такая печать на мясе и бря до 3 супчик суп лапша с курицей идеально корзинка все пополняется и пополняется вот я говорю вижу все плюс стоит что еще давай заморозочка то во первых на скотч заклеена что надо бы выкинуть было заклеена на скотч от 4 11 21 срок годности не более 12 месяцев тухлая наггет с золотой петушок придут честно говорю даже я практически никогда на заморозке не смотрел сроки годности я конечно покупал никого подобных магазинах заморозку но тем не менее теперь буду гораздо внимательнее целую корзинку не простим вот следующий раз если придем не найдем просрочки тогда да в этот раз целую корзинку не простим давайте мы сегодня вас не прощаем вы исправляете следующий раз приходим и прощаем так будет честно я с удовольствием вас просилась всего этого не было если действительно было бы на один два дня просроченный товар я простил или пару позиций но когда вижу столько когда я вижу что я год назад вам дело замечание были были мы заходили в магазин там находили две-три позиции ничего не было даже видоса у артема не выходило мы по ума в пятерке что ли где-то в москве находили там что-то две-три позиции там на день на два просрок просто подходили показывали на кассе люди сразу говорят они прям ножницами сразу вскрывали упаковки эти прям разрезали причем так довольно жестко прям полосовали говорят ребят все утилизировано есть вопрос ну мы говорим нет нету все окей мы просто уходили из магазина то есть когда мало даже в больших магазинах никто не будет там это когда тележки целые но корзинки это уже конечно габела ровки вы так и не исправили до конца что-то исправили начали исправлять но не до конца я добрый очень человек отходчивый но когда я вижу картинку просрочки прощать это страшно да просто это же для вас делается чтобы в следующий раз следили внимательно за сроками годности а тем временем с вызова доблестных сотрудников полиции прошло уже 34 минуты долго едут ребята а пока мы ищем просрочку вы можете спуститься в комментарии и сделать свои ставки кто же все-таки приедет полиция или мусора прошлый раз приехали прям настоящие полицейские надеюсь в этот раз будет не хуже вспомнишь солнце вот ручек я вызывал здравствуйте я вас помню прекрасно да 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 вот стоит прекрасная в углу ожидают участковывали естественно оперативную группу кого-то ожидает а вас то прошу вызвать участкового либо сок ну да им напишу адекватные ребят приехали сочной продукции нужно условно это понимаю групп нужно оперативные да будем писать заявление объяснение хотели подать а участкового нет да свободно посмотрел на него что там сотрудник остается с вами здесь уделение будет естественно оперативную группу или мне будут писать да наверно соку тогда напишу как вам удобно потому что все оперативные группы сейчас заняты с другом адреса там взрыв а и через кок примерно они будут не могу вам сказать этот вопрос не равнее как они не боятся так они фашистные приют давайте тогда мы вам напишем потому что смысла ждать я не вижу ребят тогда наверно сок ждать не будем все-таки взрыв это более важное мероприятие я считаю чем просрочек как бы то ни было какой сама собой представлял посрочный товар для жизни и здоровья граждан но уже 11 вечера уже почти 11 вечера если сок действительно на важном выезде мы то напишем я думаю врать не буду лиц и патрульной послой службы заявление и потом случае необходимости меня уже вызовут в отделы я дам более подробные развернутые объяснения главное что полицейские все сфотографировали и приложили заявлению моему да без разницы от можно холодильника чтобы не проходе не стоять особо но если у вас есть протокол принятия устного заявления тоже с моих слов есть адекватный сотрудник пойдемте может за стол даже вы вам был удобней так знать поднимешь ой спасибо большое как стол спасибо да тут уже некуда я вам отдаю это на стол все равно вы это выкидывать все будете ну что ребят заявление написано сейчас пишем объяснение и в принципе наша миссия выполнена магазин просрочки уже в третий раз очистили заявление написано надеюсь Роспотребнадзор примет меры и сделает то что должен сделать полицейские сегодня грамотные приехали но я помню этих полицейских они уже приезжали еще когда мы первый раз здесь были зимой когда я был в костюме деда мороза и тогда уже не показались как настоящие сотрудники полиции да ребят а вы можете спуститься вниз и поставить лайк за такую работу сотрудников полиции за такую службу сотрудников полиции а и так вы смотрите как сфотографируете это или как замечательно ну я вас попросил потребовать сотрудников магазина пресечь правонарушения все что он до сих пор лежит и прилавки собственно с нарушением маркировки все в адеквате мясо безгоден до творог безгоден до вот это тоже с нарушением мне кажется он каш корзинку нужно будет ну ладно столько про строка столько к сожалению да сделать вам возврат закрывайте магазин все чек возврата вы знаете что делать я нет дата виду годен до убираете все объеме от маркировки нормально убираете вот и хватило он товаре потребителя должна быть маркировка с даты изготовления она есть какой штраф слушать и я не знаю за вот конкретную просрочку я не юрист к сожалению если кто-то шарит напишите в комментариях сколько реально штраф по закону магазину но мне кажется что не такой прям большой а вот срока годности условий хранения нет сожалению да и следующий раз я приду спрошу вас температуру холодильника никак не могу найду блогер вот эти вот закрыли магазин мужик пиво и вас на и войска негодуют нет опоздали допустим все 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 они снимают правонарушение административные административные по моему мнению до четырех четыре коп четырех сорок три коп если вы спрашиваете какая статья значит вы должны понимать наверное что это статья а если вы не знаете просто спрашиваете то мне интересно что просроченный некачественный товар на полгода просроченный товар товар без маркировки давайте выйдем вы закрываете магазин проводить иментализацию удаляйте некачественные продукции все мы вам больше не нужны все спасибо вам большое за службу всего доброго до свидания все доброго магазин третий раз закрывается всего доброго исправляетесь нет где вы будете публиковать на ю тубе я еще не буду публиковать не адрес артем вульф канал такой да есть youtube интересно не дверь запирают по шваброй чтобы наверняка свет выключается плюс один подписчик вот так и лутаются зрители ну что ребят в очередной раз мы обнаружили огромную картинку просрочки наконец-то у нас все никто не нападал все было красиво четко никто не нападал эта женщина я считаю нормально нормально все ты не придумывай опустим этот момент ребят магазин закрыли это ли не чудо это ли не праздник надеюсь они уберут некачественный товар сушки с прилавка я в это не верю скажу честно но надеюсь что уберут как минимум прибыли они свои все недополучат я так понимаю принципе говорить бесполезно писать заявление не бесполезно но не так эффективно как прям вот здесь и сейчас лишать магазин прибыли то есть здесь сейчас магазин теряет прибыль логично он закрылся здесь и сейчас они теряют прибыль и надеюсь после этого они действительно пересмотрят сроки годности действительно исправят маркировку чтобы следующий раз когда придут такие же блогеры возможно приду и я сам не терять прибыль плюс не платить штраф за просроченный товар все ж таки в общем друзья магазин как вы видите закрыть в общем друзья с вами прощаюсь наша миссия выполнена магазин целиком и полностью очищена тухляка это ли не чудо это ли не праздник лайки ставим на канал подписываемся мне сегодня помогал наш активист одинокий олег ссылочку на земле я оставлю в описании а на этом друзья с вами прощаюсь вы у меня самое лучшее всем пока четко